Приветствую вас. Знаете, ваш вопрос в первую очередь похож на некий такой крик, на некий такой крик о помощи. Крик души, ваш вопрос, криком дыши выглядит ваш вопрос, вот, хотя, в общем-то, то, что происходило, да, и то, что происходит сейчас, появилось, ну, понятно, что не за один день, вот, скорее всего, и даже не за два дня, вот. То есть это, ну, были какие-то, вот, объективные, я так полагаю, предпосылки к тому, что, вот, ваши отношения с мужем, да, они складываются вот именно так, как складываются, и не как по-другому, вот. Значит, первый вопрос, который вы задаете, он звучит так. Как сохранить отношения с мужем? Ну, для того, чтобы понять, как сохранить отношения с мужем, вначале, наверное, нужно понять же, вследствие чего ваши отношения с мужем были испорчены. Почему ваши отношения с мужем были испорчены. В результате каких событий, да, в результате каких моментов, в результате каких элементов ваши отношения с мужем стали хуже. То есть мне кажется, что, поняв, вот, поняв, почему ваши взаимоотношения с мужем испортились, поняв это, мы будем помочь вам их сохранить. Обратите также внимание на то, что работа по сохранению отношений, это работа двух людей. То есть это ни в коем случае не работа одного человека. Но вы можете положить хорошее начало данному аспекту. В том смысле, что если вы начнете что-то делать, если вы начнете менять, к примеру, свое поведение, то и ваш муж, скорее всего, также свое поведение изменит. Ну, по отношению к вам. Вот. Поэтому здесь, в первую очередь, нужно скорректировать ваше поведение, которое вас, судя по тому, что вы пишете, не устраивает никаким образом. Вот. Это первое. Второе. Значит, вы пишете, как избавиться от постоянных споров, взаимных обвинений и оскорблений. Оксана, ну, здесь нужно сказать следующее. И вы, в том числе, своего мужа, очевидно, в чем-то обвиняете, и вы, в том числе, своего мужа оскорбляете, и вы, в том числе, с ним спорите. И здесь важно понимать, на мой взгляд, здесь важно понимать следующий аспект. Что, если вы скандалите, то вам в какой-то мере, в какой-то, ну, в какой-то мере, в какой-то степени, вам это может быть чем-то выгодно. Ну, то есть, вот, именно для вас это может быть чем-то выгодно, именно для вас это может быть чем-то, ну, продиктовано. Потому что, ну, вы же его оскорбляете, да? Вот, поэтому, вот, причины, по которым вы это делаете, нужно, конечно, поиследовать. По той, потому что, в определенном случае, да, не будет, понятно, не будут ясны истоки, истоки вашего такого с ним поведения. То есть, зачем это делаете вы, лично вы? Почему вы, почему вы, вы это делаете? Опять же, лично вы, почему вы поступаете так? Опять же, лично вы, да? Эти моменты, их нужно исследовать. Идем дальше. А если мы говорим с вами о спорах и так далее, то, конечно, нельзя не сказать о том, что какие-то слова вашего мужа вас по той или иной причине задевают. Задевают. Задевают, причиняют боль и так далее. И это ваше чувство ответственности за, которые вы, к сожалению, перекладываете на человека. То есть, вы перекладываете ответственность на мужчину, грубо говоря, за свои эмоции, за свои чувства, за свои переживания. То есть, это как бы мужчина виноват в том, что вас задевают его слова, его поступки, его поведение и так далее. Здесь очень важен данный аспект также преследовать. Почему? Потому что вы не сможете вести себя адекватно, вы не сможете как-то наладить свои отношения с мужем, если не будете в ладах со своими чувствами, если не будете отдавать себя счет в том, почему те или иные слова вашего мужа вас, к примеру, задевают. Да? То есть, это вот тоже такая очень важная вещь, которую нужно исследовать. Исследовать нужно вам. Вот. Ну, потому что, да? То есть, вот, понятен этот момент, я надеюсь. Я надеюсь. Для вас, понятно. Дальше. Как объяснить ему, что у каждого человека должно быть свое пространство? Оксана. Объяснить вашему мужу никак, потому что, совершенно очевидно, что, если бы он хотел понять вас, если бы он хотел услышать вас, он бы это уже давно сделал. То есть, он бы уже давно услышал вас, услышал бы то, что вам нужно, то, в чем вы нуждаетесь. Вот. И он, скорее всего, припринял бы какие-то шаги для этого. Соответственно, мужчина никак не реагирует на то, что вы ему говорите, на то, что вы пытаетесь его до него донести. А это означает, что словами, словами ему ничего не объяснить. У него нет мотивации. Нет мотивации для вас, опять же, для вас. Что это делать? Это очень важный момент. Это очень важный момент, потому что получается, что мужчина не заинтересован в том, чтобы идти вам навстречу. Не за мотивирован в том, чтобы идти вам навстречу. И очень желательно понять, почему так случилось, из-за чего так произошло. Что послужило причиной тому, что мужчина не хочет идти вам навстречу. Вот. И как вы, как вы можете, к примеру, к примеру, да, как вы можете человека, ну, допустим, замотивировать. Как вы можете человека замотивировать на то, чтобы он таки делал то, что вам хочется, то, что вам важно, и чтобы он, условно говоря, с вами как-то вот считался. Но слова здесь, опять же, скорее всего, не помогут. Вот именно вот слова здесь, скорее всего, не помогут. Здесь важнее то, как вы себя позиционируете. Здесь важнее то, как вы себя ведете, скорее, скорее. Вот это, мне кажется, куда более важным моментом. Поэтому уповать, уповать, да, на то, что он вас услышит, уповать на то, что он вас поймет, уповать на то, что вы как-то вот сможете до него что-то донести, не получится. Если бы смогли, уже давно вы объяснили ему все-все, что нужно. Поэтому здесь вы бьетесь, по сути, ну, по сути, просто бьетесь в стену. Вот. Что, безусловно, не есть хорошо. Дальше. Значит, как выстроить эти границы? То есть, я так понимаю, что речь о личной границе. Понимаете? Я бы сказал, что эти два вопроса, последние два вопроса, они противоречат. Ну, противоречат друг другу, потому что, с одной стороны, вы говорите, как объяснить человеку, что должны быть... Ну, у каждого должно быть личное пространство, говорите вы. И вроде бы, вроде бы, вроде бы вас можно здесь понять. Но, с другой стороны, с другой стороны, вы тут же спрашиваете, как выстроить, вот, ну, как выстроить самая личная граница? И получается, что вы, как будто, не знаете, как это делать. Если вы не знаете, как это делать, то, как же вы можете в таком случае объяснить что-то мужу своему? Как в таком случае вы можете что-то кому-то объяснить, если вы не знаете этого сам? Поэтому, во-первых, да, обратите внимание, пожалуйста, на данный аспект, очень важен этот аспект. То есть это, по сути, это противоречие, да, и это противоречие, оно очень сильно вам мешает, пока вы позволяете ему быть, потому что не создает у вас некой такой единой позиции, единой точки зрения, ну, на какие-то вещи. И, соответственно, муж не может не чувствовать, что вы не уверены в себе. И, чувствуя это, он, конечно же, ну, как-то вот использует это для себя, да, использует это на, ну, себе на пользу. Вот, и, опять же, в этом вряд ли есть какая-то конкретная его вина, потому что, ну, если есть такая ванна, почему бы же человеку этого бы не делать? Вот, с одной стороны. С другой стороны, выстроить личные границы можно и нужно в первую очередь через ограничения, то есть умение говорить «нет», когда, ну, когда вам этого хочется, когда вам это нужно. А умение говорить «нет» — это, наверное, такой ключевой момент здесь, потому что… потому что… именно так выстраиваются, собственно, личные границы. То есть умение… на умение говорить «нет» людям. Вот, ну, в том числе, да, и… … иногда даже себе самой. Самой. Вот. В этом контексте… в этом контексте… Очень хорошо зашла бы, очень хорошо зашла бы вам книга «Tausender Barrier». Вы можете ознакомиться с этой книгой, она есть в интернете. Это книга. Вот. Ага, вы можете с ней ознакомиться, вы можете ее почитать там. Ага, достаточно попробно написано про личные границы и барьеры. Вот, если вы не, ну, если вы не готовы, не готовы, например, работать сейчас со специалистом, если вы не готовы работать сейчас с психологом. Вот. То есть вы можете почитать. Об этом вы можете почитать эту книгу, она вам подскажет. Подскажет. Подскажет и поможет. Вот. Но в целом это именно умение говорить «нет» в нужные моменты. То есть именно «нет». «нет», если там, вам идет, допустим, во вред, ну во вред, ну и так далее, и так далее. Да? Вот. То есть, примерно, примерно, это такая вот история. Такой аспект. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. Еще раз хочу, чтобы вы понимали. Хочу, чтобы вы понимали. То, что происходит сейчас, между вами и вашим мужем, не началось внезапно. У этого есть причины, у этого есть основания. И было бы здорово, было бы великолепно, если бы вы проанализировали это. С какого момента ваши отношения ухудшились? Что произошло? Может, просто ушли чувства. Такое бывает. Ну, охладили просто друг другу. Может быть, за то время, что вы вместе были, может быть, накопились какие-то обиды у вас и у вашего мужа. Это тоже важная составляющая. То есть, вот на это обратите свое внимание. Насколько вы искренне в выражении своих чувств. Например, когда вы обвиняете мужа, когда вы оскорбляете его, когда вы спорите с ним, вряд ли вы выражаете свои чувства, вряд ли вы становитесь более, ну, удовлетворенный, скажем так. Потому что вы обвиняете его, но вы не выражаете себя, вы не выражаете то, что важно и то, что ценно вам. И это тоже может быть причиной, по которой у вас ничего не получается. Вот. Поэтому все вот эти моменты, их нужно исследовать вам. Я не знаю, сколько вам лет, я не знаю, сколько вы с мужем вместе. В зависимости от этого, анализ отношений может разниться по времени для вас. Да? Понимаете, о чем мне говорится. Вот. Поэтому я думаю, что именно так вам можно ответить на вопрос, на который вы задаете. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если сделаете лучшим мой ответ, буду благодарен, если вам понравился. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok